Всем привет! Наконец-то мне представилась возможность потестировать новую линейку видеокарт AMD, пусть и не всю, но тем не менее самые ходовые ко мне на руки попали. Карты были любезно предоставлены компании Sapphire, за что им большое спасибо, и это кстати один из самых давних и близких партнеров компании AMD. Итак, сегодня мы протестируем 4 видеокарты в одной, наверное самой популярной новинки Star Wars Battlefront. В тесте участвуют AMD R7 360 Nitro ITX формата и с двумя гигабайтами видеопамяти, а также AMD R7 370 Nitro с четырьмя гигабайтами видеопамяти, видеокарта R9 380 и R9 390X серии TriX с 8 гигабайтами видеопамяти. Ну и тестировалось все на следующей системе. Материнская плата MSI Z170A Gaming 5 и процессор Intel Skylake Core i7-6700K без разгона. Такой процессор не будет ограничивать видеокарты и покажет реальную 100% мощность каждой из них. Оперативной памяти здесь 16 гигабайт DDR4 с частотой 2666 МГц. Это планки HyperX Fury. Ну и охлаждение для процессора здесь Corsair H100i GTX и блок питания тоже от Corsair на 1000 ватт серии HXI. Итак, сейчас перед вами на экране настройки, на которых тестировались все эти четыре видеокарты. Ну и на момент проведения тестов у меня, к сожалению, не оказалось рабочей карты захвата, поэтому все писалось с программой MSI Afterburner. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну и специально для тех, кто думает, что запись программы MSI Afterburner сильно влияет на результаты конечные и сильно влияет на расстановку результатов, вот замеры FPS без записи на одной из тестовых сцен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как видите, в общем-то, все видеокарты проявили себя достаточно неплохо в новенькой игре Star Wars Battlefront. И даже самая младшая, R7 360, показала, в принципе, довольно приемлемый FPS. Но 30 кадров, конечно, для мультиплеера это маловато, поэтому для 360-ой, конечно, все-таки лучше поставить настройки на средние. Ну а если вы хотите больше тестов, подписывайтесь на мой игровой канал по ссылке в описании. Там, кстати, уже есть геймплей на максимальных настройках на этих видеокартах, в Assassin's Creed Syndicate новеньком и Fallout 4. Так что переходите, смотрите, комментируйте, подписывайтесь и всем приятного просмотра заранее. Ну и, конечно, не забудьте посетить мою группу ВКонтакте и мой Инстаграм. Ну а у меня на этом все, всем спасибо за внимание и пока!